Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Анастасия Смоловская, Олег Пек, Евгений Копеин сегодня проводит с вами утро. И к нам присоединяется руководитель компании Велокурьерс Олег Столяров. Доброе утро. Доброе утро. Мы привыкли всегда, что велосипед в принципе предназначен для перевозки человека. То есть насколько есть какая-то возможность в корзиночку что-то положить. Может быть если поехать там за продуктами, ну какую-то сумочку или рюкзак за плечами. Но в принципе мы как бы может быть забываем о том, что существуют грузовые велосипеды, которые позволяют перевозить, если я не ошибаюсь, до 80 килограмм. Да, тема очень интересная, потому что мы во-первых должны вернуться к тенденциям. Какие тенденции вообще в велосипедах происходят сейчас? Это электрификация. Электрификация происходит везде. Мы видим самокатики на электричественных и люди не знают, а что с велосипедами. Вот самокаты видят, а какая тенденция у велосипедов. А у велосипедов тенденция даже я бы сказал более крутая, более интересная, но она в глаза не бросается. Потому что тут есть один очень интересный момент, который сделала европейская регула. Регула, да я так. Она запретила электрическим велосипедам кататься больше, чем 25 килограмм в час. Это вообще анекдот, конечно, потому что я человек уже в возрасте, как бы, и я свободно катаюсь на 28. Ну вот 28-30 я на городе свободно еду. Ну, у меня хороший велосипед, но немножко дорогой, но хороший, до 1000 евро велосипед. Ну, и я на нем разгоняюсь в 28. И когда я первый раз купил электрический велик, он шел в 25. Я был в шоке, понимаете, это было три года назад. Я думаю, ну как можно так издеваться над людьми, да, надо мной. Но мы там подумали, голову поломали, в общем, мы его откодировали, мы переделали его. И это стоило у нас там, конечно, надо было посидеть в Ютубе, узнать, как это сделать. Но практически мой велосипед, и сейчас он идет в 50 килограмм в час. Запросто, да. И это, я говорю, а то, что мы сделали, да, ну, говорят, что мы нарушаем закон, говорят, не нарушаем. Но сам факт, что мы такими велосипедами пользуемся, я признаюсь, как есть, потому что если... Ну, это мы пользуемся, наверное, укурируем теми велосипедами, на которых нужно обязательно крутить педали. То есть есть электрические велики, я их называю электрические мопеды, где человек вот едет, вы видите, он едет на велосипеде, а практически педали не крутит. А вот мы велокурьеры, и я вот три года сам пользуюсь только теми велосипедами, в которых обязательно я кручу педали. Что это значит? Это значит, что 75%, 80% это мои ноги. То есть я физические формы не теряю, основная энергия от меня, от человека, и 25% дает вот этот вот электрический моторчик. И моторчик стоит в педалях. То есть мы пользуемся велосипедами, которые моторчики... Можно поставить моторчик в переднее колесо, можно моторчик поставить в заднее колесо, а можно поставить в педали. И вот когда я был на выставке велосипедов, в европейской выставке карго-велосипедов, мы там участвовали в выставке, когда делали Курецкий чемпионат мира, и 75% электрических велосипедов, они идут моторчик в педалях. То есть они заставляют вас крутить. Ну, крутить обязательно надо. То есть это все-таки, это не такого, что это полностью уходит в электричество, и сам должен тоже усилия... Ну, тут очень много плюсов. Во-первых, у вас зарядка, она там, вам этой батареечки, эту батарейку практически не видно. Вы на таком велосипеде можете проехать 90 км. Притом, еще одна вещь, если у вас батарейка кончилась, все равно есть на этом велике. Он не теряет своих функций, он только как вспомогательное устройство. А зарядка стоит как то самое, что вы заряжаете телефон один к одному. Какие же плюсы? Вот плюсы. Плюсы, самые главные какие? Груз. Потому что в старые времена, вы везли, спидисты знают, вот там велосипедисты нагрузишь 20 кг. Это немного, там палатку взял, еду и так далее, и так далее. Но на велике очень трудно ехать. Но если там против ветра, вы практически теряете половину скорости. Если у вас горки, вам надо тащить наверх. А на этом велике вы включаете вспомогательную систему. Когда необходимо. Да, когда необходимо. И получается, что у вас горок не существует, практически у вас не существует груза. И груз, ну я вот, простом велике, вы можете сколько, может, там человека можете посадить сзади, я прицепчик вазил, я специально экспериментировал. Я сажал своего второго курьера в прицеп, там 80 кг весит, да. Я его тяну запросто, я вообще его не чувствую. Притом, это вспомогательное устройство я использую, там, не на полную катушку, да, буквально, там, скажем, 20% от этой. Это сразу плюс, да. Но с прицепом ездить немножко трудновато, опасно, даже бы сказал, потому что надо обязательно, ну, зеркало осталось, чтобы было, да. И трудно по городу велить, велить, да, по нему. Поэтому используют грузовые велосипеды, где их очень мало в Риге, да, они очень дорогие, обалденно дорогие, вообще не понимаю, почему они обалденно дорогие, да, такое слово нехорошее. И тогда груз ставится впереди. Ну, вот я запросто могу там 100 кг посадить человека и запросто его катать. Тут опять же получается это вспомогательное электроустройство. Если я беру грузовой велосипед без этого устройства, мне очень трудно начать. Вот вы сидите, у меня там 100 кг мужик у меня, девочка такая крупненькая, да, а мне трудно начать толкать. А я включаю вспомогательное устройство, мне главное начать двигаться. И когда начал двигаться 100 кг, я свободно катаюсь только так, без проблем. Можно ли обычный велосипед вот так вот проапгрейдить, если можно такое слово использовать и сделать электричным? Вы знаете, нет. Я вам признаюсь честно, что мы делали, а в 13-м году у нас первые модели мы делали сами. Сами собирали, сами их паяли, сами их там варили, да, и мы не могли сделать. У нас получалось, мы первый велик, мы думали, ну, сделаем за евро 800, и думаю, получится у нас. Ну, так, за не стоимость, да. А он потом обошелся в 1500, да. Притом еще обошелся в 1500, так он ломался. Катается, хоп, сломался, копается, хоп, сломался. Ну, наверное, можно сделать велосипед, но когда вы трудоемкость, понимаете, ведь те люди, которые умеют хорошо делать, которые мастера, да, они заняты. Понимаете, у нас нет хороших мастеров. Если есть хороший электрик, допустим, то у него там очередь стоит у электрика. Хороший сварщик, у него очередь стоит сварщика, да. И они заняты, и тогда им надо платить нормальные деньги, чтобы они нормально сделали. А получается практически потом то, что вы покупаете в магазине, допустим, или у какого-то там распространителя, кто эти великое распространяет, то игра не стоит свечу. У нас очень много звонков, кстати. Может быть, давайте попробуем принять эти звонки. Да, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Здравствуйте, я вот, пожалуйста, хотел вопрос задать. Да, вот странно слышать, когда вы говорите, вот там закон какой-то 25 километров, вы садитесь на велосипед и говорите издевательство. Это такое по поводу вот правил, то, что не соблюдают велосипедисты, они хотят, чтобы их там уважали на дороге, да, но игнорят полностью все правила. И много есть же по Риге, да, на велосипеде очень резко. У меня вопросик такой по примеру, вот если теоретически такой случай, вот будет компания велосипедистов ехать, да, и в городе, ну, как 25, а вы говорили 50, и в городе внедорожник сомнет вот эту всю толпу велосипедистов, на сотню будет ехать. Потом его спросят, он скажет, ну, знаете, 50 километров для меня это издевательство. Знаете, вот на самом деле, очень правильно характеризовали, вот, когда вы сказали издевательство, вот так велосипедисты наши ездят. Для них, по-моему, все правила это издевательство. Спасибо, да, я понял вопрос. Но здесь, наверное, речь идет все-таки о том, что мы говорим про опытных велосипедистов, которые работают велокурьерами, для которых скорость доставки груза очень важна. То есть именно вот, наверное, это. Ну, я, конечно, отвечу, надо понимать, что когда идут соревнования, соревнования идут, скорость идет 45-50. Уже сейчас спортивные велики, может быть, ну, коллега не знает, что спортивные велики без разных моторов, без ничего, идут 45-50 километров в час. Потому что настолько детали хорошие, настолько все усовершенствуется, что уже мы никак не можем этого велосипедиста заставить ехать 25. Вторая тема скорости 25. Вы знаете, что вот самокатики, они едут 25 километров в час. Едут. Уже сегодня едут 25 километров в час. У них вообще тормозов нет. Но они, это пародия, да, но они едут 25. И получается, что велосипедист, у которого велосипед действительно, ну, оборудован колоссальными тормозами, да, там все продумано годами. Это машина, которая именно думана для того, чтобы человек ехал безопасно. Ему ставят те же 25. 50 можно разогнать. Можно разогнять. Но 50 я на нем не еду. Потому что велик есть велик. Нормальная скорость велосипедиста 35-40. 35-40 на велодорожке. Вы знаете, дураков много. Ведь любую же, как вы сказали, любая машина можно разогнать, любой BMW или там Volkswagen можно запросто разогнать на 180-200, да. Ну, так что, давайте все их поставим ограничителем на всех, пусть не идут 50. Если человек дурак, то он дурак. Не важно, дурак велосипедист или дурак авто, авто, автомобилист, который, или водитель какой-нибудь. Знаете, надо иметь мозги в любой ситуации, да. И вот нельзя так говорить, там, велосипедисты нарушают. Я знаю, автоводителя нарушают, да. Ну, это, знаете, такое мнение, ну, ты отвечай за себя, да. А не надо, там, критиковать других людей или, ну, разные чудеса бывают, да. Пьяные люди катаются, да. И на велосипедах, и на машинах. Ну, что сейчас? Если говорить про грузы, которые перевозятся с помощью велосипеда, есть ли здесь ограничения, ну, вот, может быть, если по весу мы ограни... Ну, вот это вот порог 80 килограмм, но это же все равно должно быть какой-то компактный, наверное, груз, там, что-то... Ну, что-то, да, что-то большое. Ну, если мы говорим, то это самая тяжелая вещь – это человек, да. Потому что, если больше ставить, ну, наверное... Ну, вы знаете, когда мы едем о мотоциклистах, мы скажем мотоциклистах, он тоже на двух колесах мотоциклист, да. Мотоцикл весит 200 килограмм. 200... Вот один голый мотоцикл 140 килограмм весит, да. Это получается, что если мы на эти два колеса можем посадить двух человек, естественно, велосипед можно посадить столько же. Вопрос другой – насколько это удобно и как это будет на дороге и так далее. Ну, обычно мы на эти грузовые велосипеды, мы используем датские велосипеды, в основном, да, датчане у них самые такие, самые лучшие, у нас 6 штук таких. Ну, мы обычно ставим там маленький груз, 80 мы редко возим, да, потому что обычно это ящички, которые можно было бы, например, килограмм 40, килограмм 20, да. И тут главный принцип Риги, главный принцип Риги, потому что я на этом велосипеде могу подъехать к вашим дверям. Я подъехал к вашим дверям, я сразу зашел в офис и сразу у дверей его загрузил, потом мне надо стоянку, понимаете. Я вообще как этот самый, как для города, как доктор, да, потому что если велосипед, если машину оставить у ваших дверей, да, ну, ребята подъезжают, куда им деваться, понимаете, они мешают и так далее. Велосипед приехал, я никому не мешаю. Я ни вам не мешаю, ни водителям не мешаю, он маленький, юркий, туда везде проходит. Поэтому для этих велосипедов это хорошая штука, очень удобная во всех направлениях и для всех, да. Но сам факт, что на нем, конечно, вот, который, ящик впереди, вот, кто по Риге ездит, они заметили, что катаются, на них надо навовчиться. Ну, вот, знаете, ехать впереди с ящиком, да, я говорю с таким грузовым грузом, но там другой принцип держания равновесия, другие принципы, там немножко езды. И у нас есть ребята-курьеры, которые не могут на них ехать, физически не могут, они просто не могут понять, как на них кататься. Там надо иметь профессионализм очень большой, чтобы на них ездить, да, это факт. Но ко всему надо какой-то профессионализм иметь. Но это уже считается такой профессиональный велосипед для перевозки грузов или он может просто служить в семье? Вы знаете, для семьи он очень удобный. Во-первых, ну, научиться ездить можно, там нечего сложного, нет, ну, полдня и вы уже катаетесь, ну, так же берете новый телефон, допустим, вам тоже понять, как там пуговки накрутить и так далее. Вот полдня уходит, да. Здесь же то самое, у вас полдня уйдет, но пока вы там поймете, как его там ехать. Ну, детей очень удобно возить, потому что вы ребенка ложите вперед, да, вы видите, вы с ним можете разговаривать, можете с ним контактировать, вы видите, что впереди происходит, что впереди на дороге. Если на прицепе, вы знаете, вот ребенка везешь на прицепе, да, ну, такой, вот такой, неомологик, как говорят на душу, да, так, а тут он перед вами, да. Это очень удобно. Ну, есть, которые животных возят впереди, но в основном это, конечно, для детей колоссально. И очень можно много положить своих вещей, вот, например, вы едете в офис на этом велике, да, ну, вы все можете взять с собой и там, и еду, и так далее, и так далее, все туда сложить, и очень приятно аккуратно съездить. Тут мой коллега насчет скорости, конечно, там добавил, ну, не разгоняйтесь мы на этом велике, там, 50 км в час, да, в городе разгоняться негде, у нас нет таких дорог, чтобы 50 ехать, да, просто нереально, понимаете, ну, нереально. Своего ребенка убьете из себя заодно. Поэтому скорость буквально, ну, где-то 15 км в час, 20 км в час, это вот так, по городу это вот так, которого хватает, да. То есть больше, там, те же вот электрическая вот эта тяга используется для преодоления каких-то препятствий в виде, там, груза. Вы знаете, в виде груза, именно в виде груза, потому что он, эта электрическая тяга, она дает вам удобство. По времени, по времени вы очень много не выиграете, потому что средняя скорость и средняя скорость на велике. Вы-то можете, как, я вам смеется, там, 50 км нажать, но у вас все равно будет светофор, автоводитель, таксист, я не скажу, что есть средняя скорость, ты не уедешь даже. Ты сам на велике, да. Но вот для удобства это очень. В велотуризме очень-очень большая, это, конечно, это, по велотуризму, это вообще революция. Это революция, в прямом смысле слова, потому что вы можете ехать в горы, чего раньше нельзя было в горы, вы очень уставали, надо было очень большой формой иметь физическую. Вы можете ехать по песку, вы можете ехать вдоль моря, да, практически для велотуризма разбивает всю теорию велотуризма как таковую, потому что практически вам даже не нужны какие-то очень хорошие, крутые дорожки, да. Ну, слава тебе Господи, что дорожки нужны, потому что самокаты появились, да, нам надо самокат убирать, нам надо в любом случае самокат убрать с проезжей части, да, потому что это очень опасная штука, очень опасная штука, самокат, да. Вы упомянули, велотуризм – это тоже такой момент, который сейчас, мне кажется, очень актуален. И если почитать, вообще мировая тенденция, что вообще спрос на велосипеды увеличивается как раз сейчас, что все больше и больше людей меняют, как-то смотрят, может быть, шире. Мы говорили на прошлой передаче об этом, что Европейский Союз хотел, я не знаю, я проверю, хотел даже дать, по-моему, 160 или миллионов евро для велопроизводителей, маркетинг, помогать им, чтобы этих велосипедов было больше и больше и больше. И практически, ну, я вижу в городе сейчас, у вас тут внизу тоже на радио куча велосипедов стоит, лет 10 назад вообще такого не было. И лет 10 назад политики пытались даже спорить, говорят, ну, Рига никогда не будет велосипедами, это нереально, это советское наследие, мы не можем ее сделать, велосипеды, забудем об этом. Ну, как мы можем забыть, когда не есть? Понимаете, нельзя забыть того, увидеть то, что есть, от реальности, от реальной жизни. Единственное, что надо, надо просто садиться на велик, ехать, учиться и выиграть и все, выиграть здоровье, выиграют, карманы ваши выиграют, потому что в любом случае велосипед будет дешевле общественного транспорта. В любом случае мои грузовые велосипеды дорогие, которые я покупаю в Дании, да, вы знаете, они мне для велокурьера, они более экономичные, чем машины, ну, более экономичные, даже по этой бешеной цене, по которой их сейчас продают, все равно. Говоря вот про велотуризм, наверняка многих останавливала вот эта необходимость, тяжелая палатка, брать с собой еду, питье, теплую одежду для ночлега, что-то. То есть это вот весь этот груз, который казалось очень тяжело, ну, везти на обычном велосипеде, то есть сейчас получается, что вот эти велосипеды снимают эту проблему и можно совершенно спокойно и брать и палатку, и все с собой увозить. Да, это тот факт, который и главный, именно главный фактор, который изменит всю эту структуру, да, эту возможность для велотуристов очень-очень пойдет вперед. Но получается, что такие велосипеды можно приобрести пока только в Дании, ну, то есть выезжая за полу или у нас? Они в Риге продают, Фан продает такие велосипеды, Фан уже все стараются, но очень мало продают, потому что они дорогие. Вот опять мы вернемся к тому, что велосипеды дорогие. К сожалению, из-за большого спроса, вот в этом году большой спрос пошел у нас, большой, потому что цена не упала. Обычно каждый год, года три назад такие велики сначала стоили 4 тысячи, 4 тысячи, это, я говорю, простые велики, да, потом 3 тысячи, потом 2 500, потом двоечка, да. Сейчас уже стоят на двоечке, стоят на двоечке. Вот если бы был такой год нормальный, я думаю, было бы уже 1600 и так далее, потому что производители производят, но спрос большой. Очень большой спрос именно люди пожилого возраста, очень много таких велики, именно в Германии, где горная местность, они очень-очень там, ну, нужны, да. И люди очень много покупают. В Латвии пока еще не так, не так, не так. То есть люди в возрасте, они тоже чувствуют из-за того, что это электрические велосипеды? Конечно, помогают, понимаете. Они физическая форма позволяют. Физическая форма остается. И при том мне многие люди говорят, ну, Олег, ну я три года на этих велосипедах ездил, говорят, Олег, как тебе не стыдно? Я говорю, ну ты же старый велосипедист, у тебя совесть есть? Тебе вообще, ну как ты можешь? Вы знаете, ну я там, его же можно это вспомогательное отключать, да. Я вот ставлю на самую минимальную и вообще отключаю его, чтобы не потерять физической формы. То есть опять, если человек дурак, он может, извините меня, включить на полную эту вспомогалку там за 20 километров и страть, да, Игнать его на 50-60 километров в тот велик. Ну пожалуйста, да, ну если человек у него с мозгами не в порядке, да. Но если человек с мозгами в порядке, он же сам себя регулирует, я ставлю на очень экономический режим или вообще его выключаю, еду как на простом велике. Все за это человек. Вот по поводу еще цены и производства. В Латвии есть возможность производить такие велосипеды или еще мы не доросли пока? Ну я думаю, что нет, потому что может быть кто-то... Вы знаете, вообще велосипедное производство, оно вообще в Китае. В Китае, в Тайване, во Вьетнаме, если по-честному. В Европу приходят детали, да, где они только собираются. Европейцы ставят свой европейский бренд, ставят свою крутую цену. Как и машины сейчас тоже. Как и машины, да, это же то же самое. Поэтому если найдется там какой-то инвестор, ну я думаю, что невозможно, специалистов не будет. Мы не наберем людей. У нас нет людей, которые с мозгами, которые могут производить, понимаете. У нас нет производительной базы. Нет, мы ее потеряли у нас. Просто мне, например, там найти биомеханика или вот те люди, которые ремонтируют... Ну ремонтируют машины просто, я не знаю, что... Найти хорошего сварщика, найти хорошего электрика, найти хорошего автомеханика нереально. Нет, просто нет специалистов у нас. Поэтому говорить о производстве, ну, надо довольно в реальном мире жить, да. Я живу в реальном мире. Как окупается вот этот велосипед, если вот мы говорили, что выгоднее, чем даже машина. В чем его, ну вот, преимущества экономические? Ну, вы знаете, во-первых, да, во-первых, он зеленый. Масла не надо, бензин не надо, там, солярку не надо, да, ремни разные не надо. У него стоит мотор, генератор, да, и все. То, что я меняю, это год мне подшипники. Это только смена подшипников. Самое интересное, вот мне говорят, вот, это вспомогательная батарейка. Он говорит, да у вас она там не будет работать. Мне 4 года работает. На курерской, извините, именно на курерской нагрузке, да, 4 года она батарейка. Получается, у вас нет вот этих вот расходов, да, и главное, это время. Время, потому что именно время самое дорогое. Потому что по городу, да, я на этом велике, ну, это фантастика, просто фантастика. Вот вы к дверям подъезжаете, от дверей уезжаете, да, практически вы можете ехать через парк, вы можете ехать среди машин, если профессиональный велосипедист, как велокурьер, там вообще проблемы никакой нету, да. Мне даже иногда проще ехать среди машин, потому что когда еду по тротуару или по проезжей, там ребенок может выбежать, да, там может на самокате кто-то может выехать. Люди непрофессиональные, да, автоводители, они вроде, ну, права так имеют и так далее, они даже более опытные, да, с ними легче работать, чем, скажем, на тротуарах и так далее. Совсем немного времени у нас остается, если хотите задать свои вопросы. Есть еще этот вопрос, да, здравствуйте, пожалуйста. Основатель и руководитель компании «Велокурьер» Олег Столяров у нас в студии, напомню. Здравствуйте. Вот из вашей передачи становится ясно, что велосипеды все более усложняются, что большее количество людей начинает ими пользоваться. А как вы относитесь к тому, чтобы на эти транспортные средства также был техосмотр, и чтобы участники, вновь особенно вливающиеся, сдавали экзамен по правилам дорожного движения, чтобы у них был номерной знак. Ну вот, спасибо. Спасибо. Вы знаете, очень положительно отношусь к одной части вопроса. Это насчет водительского удостоверения, что у нас в Латвии вообще хорошая система, что нам с 12 лет надо иметь водительское удостоверение. Это первое. Это очень хорошая штука. Ну, насчет номерного знака, вы знаете, сейчас уже, когда вам надо страховку, ну, вот в страховке людей не возят, этих паспортов же с собой не возят, все электронно, да. Скорее всего, что номерные знаки уже не будут важны, через лет пять на машину наведут, уже на кодику пройдет. Так что это... Но почему велосипедистов нужно поддерживать, а наоборот, вы знаете, самая лучшая вещь, и есть две вещи, которые людям очень нравятся. Им, мне кажется, надо наказывать, наказывать, еще раз наказать, унизить и так далее, и так далее. И вот эта тенденция у нас такая, я не знаю почему, откуда. А я считаю, надо наоборот сделать. Надо людей, ну, как это, отбавствовать. Стимулировать, да. И мы же хотим, чтобы мы были здоровы. Ну, все хотят, чтобы у них сердце работало хорошо, чтобы настроение было хорошего человека, чтобы он воздухом свежим дышал. Но надо стимулировать, понимаете. Надо люди стимулировать, чтобы они ехали на великах. Мы же не хотим сидеть в пробках. Вы говорите, давайте вот велосипедистов там нагрузим, техосмотрим и так далее, и так далее. Вы знаете, велосипедист, вот велосипед, датский велосипед, составляет три тысячи евро. Я могу купить за него две машины. И вот я куплю эту машину, сяду вместе с вами в пробках, буду дымить, да. И мы будем друг другу еще больше мешать. У нас будет, мы будем злые, как собаки, да. Понимаете, давайте вот этих велосипедистов будем поддерживать, чтобы все садились на велике, когда можно. Вы знаете, тут 70% поездок автомобильных по городу, их можно сделать на велосипеде. Я не говорю, когда вы семью везете и так далее. Посмотрите на машину, там один человек сидит, ну, в машине. Один человек сидит, сколько по одному едут, да. Это значит, что практически они могли бы сесть на грузовой велике и ехать на грузовой велике. То есть, пробок бы не было, люди были бы здоровы, люди были бы в отличном настроении и так далее, и так далее. Поэтому надо стимулировать эти вещи, а не оборотни запрещать. Вообще, надо выходить на стимуляцию и на сотрудничество с людьми, да, на позитивное, а на негатив. И вот с этим негативом никто не может бороться, только мы сами. Если мы сами будем позитивны на дороге, с людьми и с другими, да, с друг другом будем позитивны, мир изменится. Мы можем изменить мир только мы сами, а этими всякими штрафами и так далее, и так далее. Мы ничего не добьемся. Ничего. Вот на этой позитивной ноте пора нам заканчивать. Основатель и руководитель компании «Велла Курьерс» Олег Столяров был у нас в студии. Спасибо, всего хорошего. Все хорошо.